Данилу Левицкому срочно нужна дорогостоящая операция. Мы уже рассказывали о 9-летней мальчике, который страдает с коллезом 4-й степени. Операция, которая должна проводиться в Москве, стоит 20 тысяч долларов, а у семи Левицких на руках лишь 5 тысяч долларов. Продолжит Мирамбульс Лакимбаева. Хоть и Данилу 9 лет, но выглядит он всего лишь на 7. Все потому, что у Данилы Левицкого сильное искривление позвоночника, который нуждается в операции. А стоит она 20 тысяч долларов. Данила Левицкий в этом году закончит первый класс, специальный школа-интернат. Учится она отлично, каждый день старается порадовать маму высокими отметками. А маме порадовать своего сына нечем. На операцию нужна большая сумма денег, точнее 20 тысяч долларов, а всего у семи Левицких собралось 5 тысяч. По словам Марины Владимировны, искривление позвоночника у Данила произошло в 4 года, когда местные врачи не уследили за здоровьем ребенка. У нас колес четвертой степени. У нас это не врожденное, у нас это приобретенное заболевание. Наши педиатры детские просто упустили у нас, не усваивался кальций в организме, поэтому вот пошло сильное искривление. До 4 лет ребенок не ходил у нас, ползал на попе, и из-за этого пошло у нас сильное искривление. До этого дня у 9-летнего Данилы не было никаких ухудшений. Сейчас, говорит убитая горе-мама, боли в позвоночнике тревожат ее сына чуть ли не каждый день. У нас пошло изгиб вот на ручках, у нас неправильная деформация ручек, грудная клетка у нас нарушена. И потом от факта того, что он не ходил, он ползал на попе, у него пошла вся основная опора на позвоночник. Мама Данилы, которая не упускает ни одной минуты без дела, даже созвонилась с московскими хирургами. Там дают стопроцентную гарантию, рассказывает Марина Владимировна. А он сказал, что он дает гарантии, что операция будет успешная, что по истечении пяти дней после операции ребенок будет не загипсованный, он уже встанет на ноги. И по истечении двух недель нас уже выписывают. Данила же ждет, не дождется, когда он уедет в Москву и вернется оттуда абсолютно здоровым. Я рисовала деньги, и мне сделала операцию. Хоть и состояние семьи не из лучших, Данила не падает духом. Наоборот, поддерживает свою маму. Как отмечает больной ребенок, на сегодняшний день у него нет надежной опоры, кроме его мамы. Сердце мамы просто разрывается, когда она видит, что ее сын недостаточно счастлив. Ну, очень плохо, конечно, когда такие мысли в голове за ребенка, когда переживаешь, когда думаешь обо всем этого. Прям очень плохо. Я просто не могу это объяснить, понимаете. По словам мамы Марины Владимировны, все боли начинаются под вечер. Иногда даже бывает, что Данила просыпается ночью от боли в спине. Мы не знаем, когда семья Левицких наберет нужную сумму денег. Но надеемся, что есть люди, которые помогут Даниле приобрести счастливое детство. Миром Гусил Кимбаева, Боржан Липов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.